МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Совет моего дома». Каждый из нас хочет жить в комфортном, уютном, чистом доме, даже если он многоквартирный. За поддержание порядка в нем отвечают не только жильцы, но и выбранное ими управляющая компания, ТСН, ЖСК или ТСЖ. У собственников жилья часто возникают вопросы о качестве оказываемых услуг. И вместе с экспертами разбираемся, куда обращаться, если управляющая компания плохо работает, и выясняем, как выбрать форму управления, которая подходит именно вашему дому, особенно в условиях насыщенного предложениями рынка. Тема нашего разговора сегодня – обслуживание многоквартирных домов в Самаре. Что предпринять жителям, если управляющая компания не выполняет обязанности по содержанию дома и прилегающей территории? Вот подробнее на эти вопросы ответят мои сегодняшние гости в студии. Сергей Александрович Мухранов, заместитель и руководитель управления эксплуатацией ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара. И Виктор Иванович Чесовских, руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль». Здравствуйте, уважаемые гости. Ну что же, тема заявлена, предлагаю ее обсудить. И первый, знаете, у меня, наверное, вопрос будет такой. А вообще обязанности управляющей компании где-то прописаны? Какие работы по содержанию многоквартирного дома на них возлагаются? Вот первый вопрос, кто возьмет на себя ответ. Давайте я попробую ответить. Во-первых, обязанности управляющей компании прописываются в договоре управления. Это основной документ, в соответствии с которым работает управляющая компания. Но все виды работ, которые должна выполнять управляющая компания, прописаны в постановлении правительства Российской Федерации номер 290 от 2013 года. О минимальном перечне работы услуг по обслуживанию общего имущества многоквартирного дома. То есть 11 лет и договор не обновлялся? Нет, нет, это постановление правительства Российской Федерации. Да, в этом постановлении четко прописаны, какие виды работ минимальные должна выполнять управляющая компания. Начиная от эксплуатации дома, от осмотров и так далее и тому подобное. То есть все там прописано. Вот в этом постановлении. Значит, на сегодняшний момент рассматриваются ситуации, когда собственники могут выбирать три вида работ по обслуживанию дома. Потому что вот этот перечень 290-е постановление, он очень большой. Большой, конечно. Там перечислены все виды работ, которые должна выполнять управляющая компания. И если мы начнем калькулировать эти работы, то ставка содержания у нас будет значительно выше, чем она сейчас. Поэтому сейчас законодатели рассматривают ситуацию, когда особственники могут принять решение, какой вид работ они оставляют. Наиболее важные виды работ. Это будет минимальный, средний и самый большой. То есть самый высокий, где все виды работ. И, соответственно, ставка содержания будет выше. Спасибо. Сергей Александрович, ну вот как выбрать все-таки добросовестно управляющую компанию, чтобы она работала на благо жителей? Может быть, какие-то действительно практические советы дадите нашим телезрителям? А может быть, расскажете о опыте своем. Вам приходилось лично выбирать управляющую компанию? Ну, любому собственнику у многоквартирного дома приходилось это делать. Я, собственно говоря, тоже являюсь собственником у многоквартирного дома. И участвовал в процессе выбора управляющей компании. Какие дать советы в этом плане? Ну, хотелось бы в первую очередь сказать, что в первый момент нужно смотреть, сколько лет на рынке работает данная управляющая компания. Это главный, наверное, показатель. Один из самых главных показателей – это срок работы на рынке. Чем дольше работает управляющая компания на рынке, тем у нее больше опыта, собственно говоря, больше материально-технической базы. Собственно говоря, о материально-технической базе. Это тот же важный критерий, которому следует уделить немало внимания, потому как чем больше спектр услуг может управляющая компания оказывать сама лично, то есть говоря, у нее есть наличие техника, есть необходимые технические устройства для выполнения каких-либо работ, тем меньше она будет прибегать к услугам других субподрядных организаций, соответственно, за что будет расплачиваться средствами самих собственников. Персонал, наверное, опять же, да? Конечно, да. Опять же, смотреть квалификацию персонала, насколько он профессиональный, насколько есть отзывы, жалобы на данную управляющую компанию. Есть еще момент, который уделить тоже внимание можно в средствах массовых информаций, если калькулировать, проследить ситуацию, что ряд, допустим, людей, которые зарекомендовали каким-то образом себя на рынке жилищно-коммунальных услуг, положительно либо отрицательно, они переходят из разных компаний и, собственно говоря, тем же образом и оказывают услуги, как ранее. То есть, увидев опыт работы данного лица, допустим, директора управляющих компаний в одной из ранее существующих управляющих компаний, скорее всего, тот же самый манер оказания услуг жилищно-коммунальных, он будет и в новой управляющей компании также проводить. То есть, проще говоря, создается одна управляющая компания, дом обслуживается, не справляется, закрывается, и открывается этим же юридическим лицом новая управляющая компания. Такое очень происходит. Да, действительно. Часто очень такое происходит, поэтому хотелось бы, да, жителям на этот момент внимание указать, чтобы они следили. Это очень легко действительно проследить по тем ключевым людям, которые там фигурируют. То есть, говоря, сразу можно проследить эту динамику, чтобы был в одной компании, уже в другой, потом в третьей, а по сути свои люди практически одни и те же. Спасибо, совет дельный. Есть добавить, Виктор Валович? Если можно, да. Первое. Я бы рекомендовал посмотреть рейтинг управляющих компаний по итогам работы за предыдущие годы. Он опубликован на сайте Государственной жилищной инспекции. То есть, там расписаны все управляющие компании и дается оценка их работы за предыдущий год. То есть, это один из показателей. Я бы сказал больше, вот на сайте общественной палаты мы вывешиваем тот же рейтинг, но оценка жителями управляющей компанией. Потому что в общий рейтинг там входит много показателей, в том числе и приборы учета, и создание советов домов, и там и долги, и работа ГЖИ и прочее. А вот как жители сами оценивают работу управляющей компании, там есть пять вопросов. Вот по ним, в принципе, хорошо бы посмотреть, и сразу понятно становится, что из себя представляет та или иная управляющая компания. Это первое. И второе, я бы посоветовал собственникам поговорить с председателями советов домов ближайших домов, где работает та или иная управляющая компания. Как она работает, как у них выстраиваются возотношения с собственниками, с советом ДОО, реагирует ли управляющая компания на обращение. То есть, посмотреть на реальную работу. То есть, спросить у людей, нравится вам эта компания или нет. Если они скажут, что нормальная компания, можно, значит, тогда смело выбирайте ее. Скажите, пожалуйста, а вот, ну, может быть, просто по опыту, а вот управляющие компании инициативу сами проявляют, чтобы зайти на дом, к примеру, вот как вы сейчас, Виктор Иванович, совершенно справедливо сказали, работают управляющие компании на прилегающих домах. И, может быть, они придут к жителям соседних домов и будут предлагать свои услуги. Либо все-таки это, по большому счету, инициатива самих жителей. Нет, здесь может быть инициатива управляющей компании. Почему? Потому что они хотят расширяться. И самое главное, как можно больше взять домов. Чем больше домов, тем лучше экономика. Тем больше средств они собирают, и эти деньги они могут использовать для выполнения тех или иных работ. Но сами собственники тоже не должны быть безразличны к этому. Они тоже должны ориентироваться на то, что если сегодня нас обслуживает какая-то управляющая компания, и нам это не нравится, стиль ее работы, почему бы не поговорить с жителями соседних домов, узнать, какая у них управляющая компания, и обратиться в управляющую компанию. Кстати, статья 161.1 ЖК, это Совет многоквартирного дома, там одна из обязанностей председателя Совета дома как раз вести переговоры с новыми управляющими компаниями. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, а вот показателем добросовестной управляющей компании является ли то, что жители просят добавить какие-то пункты в договор, и грамотно составить договор с управляющей компанией, нужен ли обязательно юрист? Вот что бы вы здесь посоветовали? Смотрите, вообще, в этом плане, когда мы столкнулись в городе с рядом недобросовестных компаний, которые не совсем качественно сделали договор управления на квартиру на дом, тогда вот совместно как раз-таки с Виктором Ивановичем, ГЖИ, была проведена большая работа по формированию договора управления, который, ну, бланкового типа был, модельный, так называемый модельный договор, грубо говоря, который в наибольшей степени оптимально предусматривал все те самые насущные, самые необходимые виды работ, которые там должны быть. По сути своей, как показывает практика, на сегодняшний момент у нас, по-моему, около 85% управляющих компаний используют данный модельный договор при заключении договоров в оформлении его с собственниками. Но при, как вы правильно сказали, если достаточно значительная есть степень доверия у жителей к управляющей компании, они нашли коммуникацию свою, то могут добавлять в данный перечень дополнительные виды работы. Допустим, вот в этом году остро столкнулись с таким вопросом, проблемой, что жители говорят, вот у нас переполнен двор снегом, его разрешено складировать на газонной части, если там ряд нарушений не допускается, то можно. Он говорит, а мы у нас уже его переполнены, мы утонем, мы хотим, чтобы его вывезли. В данном случае мы просто объясняем, что управляющая компания говорит, мы его не заражаем, просто данной категории работ нет у вас в договоре, мы бы рады его вывезти, но у нас нет средств на это. Давайте его туда впишем, мы, соответственно, понесем эту дополнительную финансовую нагрузку, но снег будет увозиться. Да, снега не будет, да, можно ставить машины. И, соответственно, уже тогда проводится общее собрание собственников жилья, данный вид работы включается в перечень договора, и тогда уже работа. То есть это все без проблем, это все уже есть такой опыт, да? То есть и управляющая компания в курсе инициативы жителей поддерживается. Я здесь имею в виду, что не нужно бояться каких-то сложностей и препятствий, все это вполне решаемо. Ну что же, а жители поселка Криаш жалуются, что им приходится своими руками расчищать дорогу к дому от снега. Управляющая компания не первый год игнорирует жалобы и не выполняет свои обязанности. Давайте посмотрим подробности в нашем сюжете. 49-летний Дмитрий Стерляхин живет в 12-м доме на улице Спутника всю свою жизнь. Рассказывает, уже больше пяти лет каждую зиму вместе с соседями расчищает дорогу вдоль дома от снега своими руками, поскольку управляющая компания бездействует. Жильцы объединяются группами и чистят снег каждый вечер, но уборка уходит 2-3 часа. Сложнее обстоит дело с парковкой. Жителям приходится платить за аренду грейдера. Ни одного дворника с лопатой, мы здесь все жильцы, мы никогда не наблюдали. Собираемся, собираем, около дома чистим, мусорки чистим, чтобы всем соседям было удобно ходить. Ну и, естественно, здесь вот площадка, чтобы все было убрано. Многие из жителей не видели не только дворников, но и руководство управляющей компании. Совещание, которое проводит администрация поселка Кряж, представители формулы ЖКХ не посещают. Здесь делают все своими силами. Вплоть до того, что даже сосульки с крыши жители, они сбивают сами. Административные комиссии внутригородских районов при участии управляющих микрорайонами собирают материалы на управляющие компании, которые выполняют работы по обслуживанию многоквартирных домов и прилегающих территорий некачественно или несвоевременно, или вообще уклоняются от них. Материалы направляются в ГЖИ или прокуратуру для принятия мер. Продолжаем наш разговор. Все-таки, какие действия жители могут предпринять, если управляющая компания уклоняется от своих прямых обязанностей, не выполняет их или выполняет некачественно и несвоевременно? Если можно, я вот вернусь к предыдущему вопросу договора управления, вот о модельном договоре управления стоит говорить, и это может быть отдельная тема, почему? Потому что действительно мы в свое время депутаты Губернской думы, ГЖИ, общественная палата, город, создали такой модельный договор. И самое интересное, там есть вот относительно Совета дома, есть один раздел, который называется «Взаимоотношения Совета дома и управляющей компании». То есть мы четко ставим рамки, что может делать Совет дома, что должна делать управляющая компания. Это основной документ, и на основании этого, как раз вот переходя к следующему вопросу, да, какие действия жители могут предпринять, если управляющая организация уклоняется от выполнения работ. То есть в договоре должно быть прописано. Если управляющая компания не выполняет условия договора, то на нее накладываются такие и такие санкции. Это тоже можно прописать в договоре. Но единственное, надо помнить, что договор – это обоюдное согласие двух сторон. То есть управляющая компания согласна и жители согласны. Вот это как раз достигается работой Совета дома. Вот Совет дома, одна из функций его, это решение вопросов, в том числе и договора управления с управляющей организацией. Ну а вот, кстати, может быть, был такой уже опыт внесения таких пунктов в договор управления, если управляющая компания не справляется, на нее будут накладываться какие-то там штрафные санкции, пени, ну вот такое и нет места быть, да? Все было такое, есть такое, да. Но еще раз говорю, при условии, если управляющая компания согласна на это, им достаточно тяжело на это согласиться, понимая, но, тем не менее, у нас есть надзорная структура, Государственная жилищная инспекция. Да, которая реагирует неизвестительным. То есть все вопросы, которые касаются управлением на квартирном доме, Государственная жилищная инспекция проверяет. Да. Есть прокуратура, есть, в конце концов, общее собрание собственников, на котором можно принять решение. Уйти из этой управляющей компании и выбрать себе новую управляющую компанию или изменить способ управления. То есть создать ТСЖ, допустим, да, это тоже возможно. Возможно, но не всем эта форма подходит, да, Виктор Иванович? Это крайняя мера, я понимаю, да, не всем это подходит, но в крайнем случае сменить управляющую компанию. Ведь что самое страшное для управляющей компании? Это когда дом уходит из управления. То есть они теряют деньги. Вот на этом и надо играть. Почему я в хорошем смысле слова имею в виду, если управляющая компания не хочет выполнять то, что положено по договору, если она не реагирует на просьбы совета дома, собственников, да, плохо работает аварийно-диспетчерская служба, ну зачем она нужна нам? Да, конечно. Я хотел бы даже жителям дать совет и разъяснение путем жалоб в различные инстанции, ГЖИ, будь то прокуратура или администрация внутреградских районов, органы муниципальных женщин контроля. При проведении контрольных мероприятий и наложении каких-либо штрафных санкций, управляющей компанией нет других денег, она берет деньги дома и этими деньгами расплачивает за все эти, грубо говоря, жалобы, ну, за эти все штрафы, нежели использовать путь, действительно, который способен на них повлиять. Конечно. Грубо говоря, угроза, что дом уйдет. Если это провести грамотно и грамотно работать уже с совету дома, то можно вполне настроить на нужный лад работу управляющей компании. Ну вот, кстати, какие меры предпринимаются районными администрациями, департаментом в отношении как раз вот нерадивых управляющих компаний? Какие меры? Собственно говоря, как я уже ранее затронул тему, что в администрациях внутренних районов есть, во-первых, муниципальный жилищный контроль, муниципальный контроль в части благоустройства и административные комиссии. Они проводят проверку и уже принимают соответствующие меры. Если говорить в цифрах, то на сегодняшний момент уже административными комиссиями за этот зимний период составлено порядка 300 административных материалов на управляющей компании и порядка 400 материалов направлены в органы прокуратуры и ГЖИ для привлечения к административной ответственности. Но, опять же, повторюсь, никогда не было ключевой целью большее количество составлений протоколов. При должном желании их можно составить огромное количество. Нету самой цели составить большое количество протоколов. Здесь сама цель обеспечить надлежащее предоставление коммунальных услуг жителям. То есть, грубо говоря, протоколы – это та форма, которая прибегается, если управляющая компания просто не реагирует, не слышит и нет других путей, как больше на нее воздействовать. Поэтому, как говорится, это крайняя мера. А если управляющей компании дается предписание, дается срок, вы должны в этот срок устранить какие-либо нарушения, и они в этот срок укладываются, то тогда административный материал не составляется. А вот давайте, кстати, Виктор Иванович, напомните о сроках и о моментах обращения. Вот обратились в аварийно-диспетчерскую службу. Давайте представим, что это не срочный какой-то вопрос, не авария. В течение какого времени управляющая компания должна отреагировать и уже начать действовать и работать? Ну, в течение 10 минут она должна ответить, если была занята, то есть 5-10 минут, и она должна ответить. И дальше, в зависимости от того, какая проблема, она должна, аварийно-диспетчерская служба, это локализация аварийной ситуации. То есть где-то прорвало, значит, перекрыть стояк, чтобы не было воды, да, залива какого-то, а дальше уже идут работы. То есть это все определено прописано во всех подъездах документов. Если аварии, если нужно, ну вот, к примеру, провалилось крыльцо, невозможно подняться в подъезд. Вот здесь какие сроки управляющей работы? Ну, извините, оно, наверное, не сразу провалилось, оно ломалось со временем, да? И вот, к примеру, не реагировали на обращение. Вот это другое дело. Вот смотрите, здесь вот мы переходим плавно к тому, какие работы заказать управляющей компанией. Вот тоже крыльцо, это может быть не совсем аварийная ситуация. Оно плохое, да, действительно, ситуация вон. Но результаты осенних, весенних осмотров, которые проводит управляющая компания, совместно с Советом Дома, вот на основании вот этих актов, осмотров, да, Совет Дома должен планировать с управляющей компанией виды работ. Потому что крыльцо сразу может не сломаться, да, оно постепенно приходит в негодность. Разрушалось, разрушалось, да. То есть заранее надо думать, да, что в первую очередь необходимо крыльцо сделать. То есть Совет Дома или его Общее Собрание Собственников у нас определяет перечень работ для управляющей компании. Общее Собрание Собственников. Но это Общее Собрание Собственников может поручить Совету Дома утверждать вот этот перечень работ. И тогда совет дома уже своим решением говорит управляющей компанией, вы должны в 2024 году выполнить ремонт кровли над такими квартирами, заменить стояки там-то, проводку или еще что-то. То есть те виды работ, которые крайне необходимы и в первую очередь. И вот здесь вот я хотел бы обратиться и к совету домов, к советам домов, председателям советов домов. Имейте в виду, что надо советоваться все-таки с управляющей организацией, какие виды работ надо в первую очередь делать. Не надо делать косметический ремонт подъезда, когда кровля протекает. Конечно. То есть очередность работы расставлять. Естественно, то, что в первую очередь необходимо. Поэтому вот такие работы нужно делать. Спасибо. В Самаре продолжается серия обучающих семинаров в рамках проекта «Мой дом» для представителей советов многоквартирных домов. На встречах горожане могут задать интересующие вопросы, в том числе в сфере ЖКХ. Вот накануне семинар прошел в штабе общественной поддержки Самарской области. Подробности в нашем сюжете. Содействие активным жителям, правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателей советов МКД, ТСЖ, ЖСК и активных граждан Октябрьского района Самары провели обучающий семинар в рамках проекта «Мой дом». Этот проект был создан в 2021 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Очередная встреча с жителями прошла в штабе общественной поддержки Самарской области. Обычно в таких семинарах участвуют представители ГЖИ, районных администраций, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Они отвечают на вопросы активных жителей. Наиболее актуальным вопросом является содержание и ремонт общего имущества на квартирных домах, то есть вставление жилищно-коммунальных услуг, правильность начисления за жилищно-коммунальные услуги, оказание услуг, например, по вывозу мусора, содержание котельных площадок, ну и многие другие. Такие встречи позволяют горожанам узнавать об изменении законодательства в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и новых инструментах решения возникающих вопросов. Семинары очень важны и очень интересны, потому что на них раскрывается актуальная информация, необходимая для жителей. Ну, например, техническое сопровождение газового оборудования, либо приложение «Дом» в госуслугах, где можно и показания счетчика подать, и заявку передать и оплатить. Специалисты отмечают, сейчас активно обновляется состав председателей Советов многоквартирных домов. Очень много подключается молодежи. Это именно потому, что сейчас есть возможность общаться по вопросам ЖКХ через интернет, то есть через систему, которую нам на семинаре «Мой дом» представляют, рассказывают, ну и пытаемся их внедрять. В Самаре-регионе подобные встречи проводятся еженедельно. Также продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателей Советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. Его номер – 8 800 55 55 263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Сергей Александрович, вот как наладить контакт с управляющей компанией? И скажите, пожалуйста, вот насколько это взаимодействие эффективнее при использовании информационной платформы ГИС ЖКХ и приложения госуслуги «Дом», в котором, кстати, уже успели разобраться многие жители Самары? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, я, наверное, вернусь к той тематике, которую затронул Виктор Иванович. Как раз-таки коммуникация вся с управляющей компанией, ее эффективность, как раз-таки определяется эффективностью работы и наличием Совета МКД. То есть, опять же, вернувшись к предыдущему вопросу, хотелось бы сказать о том, что ключевая позиция решения общего собрания собственных жилья или решения Совета МКД определяет вид работы. Собственно говоря, есть решение Совета МКД, выбрали, допустим, ремонт кровли, приходят жители, жалуются во все инстанции, мне надо сделать там в подвале что-то, мне надо сделать поменять ступеньку, мне надо сделать это. И ему объясняют, вот у вас средства, объем, вот их достаточно на это работать. И Совет Дома выбрал эти виды работы. А я все равно везде буду жаловаться, хочу сделать, чтобы мне это сделать. Не просто так устроено законодательство таким путем, что определяющим является все-таки решение общего собрания собственного жилья. Что касается коммуникации, опять вернувшись к тому заданному вопросу, да, эффективность работы Совета МКД, как они выстроили свою коммуникацию с управляющей компанией, как они следят за качеством исполнения текущего ремонта, соответствии с размерностью тем видам работ, которые были заявлены и выполнены, многое зависит в данном случае. А вот эти программы, как программа ГИЗЖК, как программа Госуслуги Дом, это программы, которые помогают это сделать достаточно быстро и эффективно. Используя данное приложение, можно следить за планом выполнения текущего ремонта. В этом году запланированного, запланированного выполненного. То есть вся информация загружена и имеется? Конечно, это тарифы и ряд другой информации, которая помогает непосредственно и каждому жителю, и в первую очередь Совету Дому следить за ситуацией экономической и фактической по данному конкретному Дому. И, соответственно, принимать нужные меры в тот момент, когда это требуется. Ну что же, а ведь все-таки можно следить за работой управляющей компании через интернет, Виктор Иванович? Конечно, можно. Опять же, тоже ГИЗЖКХ, приложение Дом, да. Я сам пользуюсь этим и всегда вижу, что творится на нашем доме. И рекомендуем жителям всегда пользоваться этими приложениями. Мало того, там можно передать показания приборов учета, оплатить без комиссии все. А пожаловаться в любую инстанцию. Я вот сам пользуюсь, допустим, пропало козырьковое освещение на подъезде. Я через систему ДОМ написал, вот свою управляющую компанию сделали. Сейчас вот сломался доводчик, то же самое написал, тоже, надеюсь, сделают. То есть она, эта информация сразу идет в управляющую компанию, и они вынуждены отреагировать. Да. О пользе скажете еще, Сергей Александрович? Да, хотел бы еще сказать о том, что, мало того, там есть еще и функция, которая позволяет общаться между собой и с собственником. То есть не нужно выходить в 30-ти градусный мороз на общее собрание, чтобы где-то искать большую площадку, то, чтобы выстроить коммуникацию, пообщаться, найти какие-то общие решения. Это можно устроить, используя данные, в чате данного уже мессенджера, и без проблем все это сделать. Какие выводы самые главные должны сделать жители? Совет, пожалуйста, для ДОМа, Виктор Иванович. Ну, первое, я бы просил всех членов Совета ДОМа относиться к этой работе весьма ответственно. Не бойтесь, не стесняйтесь, работайте. Надо будет, жалуйтесь, не помогает, меняйте управляющую компанию и будьте всегда здоровы. Спасибо, Сергей Александрович. Да, я, наверное, немножко подержу, да, здесь Виктор Иванович в словах. Мне хотелось бы акцентировать внимание на том, чтобы все жители всегда помнили о том, что управляющая компания – это наемный работник жителей дома. Все полномочия на спряжение средствами, на выполнение каких-либо обязательств по дому – это те обязанности, которые жители делегировали управляющей компанией и оплачивают им соответствующее вознаграждение. Поэтому в первую очередь, если что-то не исполняется или исполняется ненадлежащим образом, нужно спрашивать с того, кто получает за это вознаграждение. И только в том случае, если он не реагирует, тогда прибегать к крайним мерам, обращаться в надзорные органы или менять нерадивую управляющую компанию на ту, которая уже нормальным образом осуществляет свои услуги. Ну что же, спасибо вам большое, уважаемые эксперты. Мне остается добавить, что лучше и не скажешь. Спасибо за ваши профессиональные советы. Ну а это была программа «Совет моего дома». Надеемся, что ответы, которые озвучили эксперты, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы. Отвечать на них будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго и до новых встреч.